Ребята, топовая одежда от Inferno Style. Всем советую. Очень удобная. Крутые маечки, да? Опа. Так что, переходите на Валбор, разберите. Всем советую. Суновдокс. Так, всем привет. Продолжаем снимать обзоры на напитки и спортивное питание. И вновь у нас обзор на энергетические напитки. Это уже третий обзор будет на Solar Power. Значит, ребята сделали редизайн. Редизайн. И добавили один новый вкус. И сейчас начнем с краткой предыстории. Значит, вот этот оригинальный дизайн Solar Power. Впервые я попробовал два года назад в Москве. И мне очень понравился. Вкус действительно был уникальный. Тогда он стоил около сотки. Сейчас он стоит подешевле. Ну, в общем, зашел в нем отлично. Спустя год-два я обнаружил уже в Алтайском крае вот такой вот белый Solar Power активатор мозга. Пригласил своего товарища Юра. И с Юрой мы сняли обзор. Нам они, вот этот белый, не понравился. Обзор тоже у него есть. И буквально недавно, с месяц назад, я увидел рекламу, что вышли новые дизайны. То есть, я так понимаю, что вот это, это редизайн вот этого, а редизайн белого, это черный. И какой-то новый вкус вышел в восстановление. Такое вот. Красное. Ну, давайте разбираться по существу. Ну, нужно нам сравнить для начала оригинальные вкусы Solar Power. Вот, сейчас посмотрите, дизайн немножко изменился, но, в принципе, примерно то же самое. А надписью у них что? Solar Power, Natural Energy Drink. Здесь у нас плюс витамин D. Здесь витамин D. На самом деле, на самом деле, если сравнить дизайн, то картинка и принт, такой вот этот цвет мне нравится больше у нового. Но, скажем так, надписи здесь крупнее, и они на английском. Здесь зачем-то написано слово Power, Natural Energy Drink по-английски и по-русски с витамином D. Ну, фига я написали по-русски, непонятно. Так, далее давайте посмотрим следующее. Посмотрим объем. Объемы, кстати, они оба по 0,45, не по 0,5. А вот. И посмотрим здесь информацию. И сравним заодно их. Ну, давайте начнем с нового, поскольку на старое я уже снимал. Что здесь написано? Solar Power, натуральные ингредиенты, таурин, витамин группы B, витамин D. Витамин D вырабатывается ракомином под воздействием солнечных лучей. Натуральный кофеин, солнечный витамин D, мощный ароматизмин группы B, без искусственных ароматизаторов. Итак, сейчас будем сравнивать состав. Того и того. Я буду читать сначала новый дизайн и сравним состав. Состав у нас идет сахар одинаково, затем солод, пивоваренный, ячменный одинаково, лимонная кислота одинаково, далее идет у нас вкус ароматическая основа, который включает в себя натуральный ароматизатор, таурин, натуральный кофеин, аскорбиновую кислоту, ниацин, инозид, пантакеновую кислоту, л-карнитин, витамин B6, фолиевую кислоту, витамин D. Это у нас идет во вкус ароматической основе. Здесь у нас нет такого тезиса, как вкус ароматическая основа, здесь просто натуральный ароматизатор, таурин, натуральный кофеин, аскорбиновая кислота, ниацин, инозид, пантакеновая кислота, л-карнитин, витамин B6, фолиевая кислота, витамин D. Здесь у нас нету, то есть состав у нас идентичный. Далее идет у нас после этой вкус ароматической смеси идет у нас хмели-продукт. И здесь это хмели-продукты, затем идет у нас корочитель сахарный колер один простой и здесь курт. То есть состав у нас не изменился абсолютно одинаково, то есть там просто здесь идет отдельно, а здесь просто это все включено в вкус ароматического основы. Вот и все, ингредиенты одинаковые. Теперь посмотрим по калорийности. Калорийность одинакова 40 ккал, 10,5 углеводов в виде сахара в обоих банках. Производится это дело в пиловарной Хайникин, Санкт-Петербург. Официально описывает хайникинруша.ру То есть по сути изменился только дизайн и все. Состав одинаковый. Ну что ж, давайте попробуем новый. Да, пахнет точно так же таким сладким пивом, можно сказать. Точно такой же цвет. Да, это абсолютно тот же вкус ничем не изменился. Вкус действительно уникальный. Есть вот от пива, только сладкое, необычное. Ну тут солод. В мире продукты. Да, одинаковый вкус. Даже, мне знаете, кажется, более сладкий стал, хотя сахара здесь столько же, столько и кто. для числа эксперимента попробуем старый. Ну, газа выше, потому что он уже открытый, цвет точно такой, запах тоже. Вот да, знаете, мне кажется, все-таки здесь менее сладкий, но опять же, по составу, по калорийности абсолютно одинаково. Вкус точно такой же, просто здесь более сладкий, мне кажется, может свежая партия, не знаю почему. Ну, вкус мне нравится. Не скажу, что он прям самый вкусный, но он очень интересный, необычный. Похожего, я точно не встречал среди энергетиков, а перепил я их много тысяч видов. Реально, уникальный вкус, имеет место быть. Часто его пить не будешь, но вот мне, периодически, у меня лежит в холодовке несколько таких баночек, иногда бывает настроение, захочется, и ты его тяпнешь и получишь, в принципе, удовольствие. Забыли сказать, что здесь по энергетическим компонентам. Здесь немного, а именно, таурин, кофеин, ну, и эль-карнитин в энергетики можно вписать. жиросжигающие свойства, сахарка на жиросжигание. Хорошо. Вот, то есть, получается, канаритик, он не сильный, здесь кофеин, таурин, эль-карнитин и все. Но, довольно вкусный напиток. Действительно. Моя оценка ему твердо-уверенная четверка. Я, кстати, даже не помню, что я ему раньше ставил, может быть, пять, пересматривать не лень. Но, сейчас я точно скажу, это твердая четверка и по цене 50-60 рублей однозначно он стоит, я вам его советую. Сотка дороговато, но 50-60 рублей это его реальная цена и я считаю, он этих денег стоит. Вкусный напиток. Твердая четверка. Идем дальше. Идем дальше. Активатор мозга белки. Как сейчас вспомню, вкус был очень блевотный, противный, кислый. Ну, видимо, не изменилось ничего. Начнем с дизайна. Значит, что изменилось? Изменился цвет, картинка Луны. Цифры остались. В12, две трети, В6, D3, E равно NM, C2. Опять же, по надписи. Вот здесь у нас на белой банке, как мы видим, написано, активатор мозга сверху, снизу, solar power, natural energy drink, плюс витамин D. Здесь у нас сверху написано, с витамином D, далее, solar power, natural energy drink, и внизу написано, активатор мозга. То есть, по сути, они поменяли местами активатор мозга и поменяли местами и шрифт с языком, витамин D, с витамином D по-русски и здесь плюс витамин D по-английски. Вот и все. Ну, скажу честно, белый дизайн больше нравится, банка красивее, и шрифт тоже. Черный дизайн мне не нравится. Посмотрим, что здесь. Здесь тоже, посмотрите, такой интересный дизайн у белого, кстати говоря, активатор мозга с экстрактором Элли-Туракока. Тут написано, влияние Элли-Туракока на организм человека, да, так красиво все оформлено, почитать приятно. Вот. И далее, идет состав ЛТД. Здесь же что? Здесь тоже написано, влияние Элли-Туракока на организм человека, но реально картинка нервная курит в соронке. Здесь привлекательно, здесь как-то... Да, пошла нам нахер. Ну, что здесь написано? Давайте посмотрим по новому дизайну. Снижает усталость, усиливает концентрацию, пожитие влияет на вычислительные способности, улучшает память. Традиционно сравним состав. Состав входит в сахар, затем солод пивовальный, ячменный, лимонная кислота, затем есть такой тезис основного вкусо-ароматическая основа, а здесь просто идет натуральный ароматизатор, тут и тут, затем таорин, натуральный кофеин, инозит, инозитол, причем здесь написано инозит, здесь написано инозитол в старом дизайне, л-карнитин, вирамин B6, B12, витамин D, неоцин, фонтинная кислота, фолиевая кислота, и вот этот экстракт эритурокока, вот, и также, клещик сахарный кулер 1 простой, то есть состав у них одинаковый опять же, калорийность 40 ккал, 10 и 5 углеводов в виде сахара, одинаково и соответствует этим тоже самое, объем 0,45, все тот же хайник, ну что ж, если здесь я сказал, что дизайн мне больше понравился здесь, то здесь дизайн старый, мне понравился больше, ну что, давайте освежим память, кислятины, не очень приятно, сначала, барбарис какой-то неприятный, кислый, ну да, помню этот вкус, вообще неприятный, знаете, барбарис отдает кислым пивом, таким, кавас, пиво, что-то такое, такое прям кислое, как будто забродило, неприятно, удовольствие никого пить, можно выпить, так, типа зажмурится, ну зачем, зачем себе впихивать этот сахар, лишние калории, не придет удовольствие, тратит деньги, в общем, вкус мне это не понравился, ну, давайте проверим этот, но, по идее, то же самое, да, пахнет точно так же, более, кстати, выраженный барбарис, тоже, как я сказал, что вот этот, несмотря на одинаковый состав, это ларин, есть более сладкий, чем старая версия, назначен, связанная, да, представляете, более сладкий, но вот этот, потом кислятина, дает невкусно, в общем, гадость, редкость, не знаю, что насчет активатора мозга, вон, сникер съешь, мозг активируется, да, гадость еще та, лучше бы сюда или дураков добавили, в общем, что могу сказать, активатор мозга, как я в общем помню, мне он не понравился, совсем, я ему ставлю один балл, испути, чисто за вкус, вообще вкус немой, неприятный, противный, медский, сладкий, какой-то тухлый, квас с пивом, издавали им сахаром, что-то такое, по составу, опять же, он не мощный, здесь кофеин, таурин, только вместо алькарнитина, здесь у нас, эльно-туракок, вот и вся разница, ну, по большому счету, это вода с сахаром, как и это, а вот, то есть, единичка, мне не понравилось, кстати, геродизайн, вот этот, может быть, намного шикарнее, и красивее, вот, поэтому, не советую, этот, единицы, ну, и новинка, которую я еще не пробовал, это вот такой вот, красный, solar power, интересно, давайте разбираться, дизайн, написано здесь, с витамином D, снизу, solar power, natural energy drink, восстановление, на регенерацию, ребята, уже бы баночки регенерировали, представляете, организм должна отдыхать, восстановиться, давайте посмотрим, что это такое, solar power, восстановление, это, натуральная энергия, экстрактов, ягод, асаи, и зеленого чая, которые придают бодрость, восстанавливают силу, способствуют снижению стресса, а также мощную зарядную энерго ПБ, с витамином D, вырабатывающуюся под воздействием солнечных лучей, как написали, как написали, еще в этой банке, да ладно, ягода асаи, натуральный оксидант, здорово, л-тианин снижает стресс, супер, натуральный кофеин, солнечный витамин D, молодцы, состав, сахар, солод, пивовальный, лечменный, лимонная кислота, вкус ароматическая основа, натуральный аромат, консервирован сок из черной моркови, таурин, кофеин, пантотенокислота, инозид, л-карнитин, витамин B6, ниацин, экстракт асаи, фолиевая кислота, экстракт зеленого чая, витамин B12, витамин D, хмелья, продукты, калорийность точно такая же, 40 калорий, 10,5 грамм углей, без сахара, и производится на том же хайнике, но состав почти одинаковый, добавили только здесь получается экстракт ягода саи, в общем-то и зеленый чай, экстракт зеленого чая, все в отличие, ну если честно, я сомневаюсь, что вас это как-то восстановит, вы получите калорий, быстрого сахара, вот и все, но тем не менее, формально здесь есть, кофеин, таурин, L-карнитин, экстракт зеленого чая, можно рассматривать к энергетикам, 3-4 компонента, ну, вопрос во вкусе, пахнет ягодкой вкусно, красный, красивый, красивый, красавчик, ну, давайте попробуем на восстановление, да, на восстановление, значит, говорят, декори генерируют, да, интересно, ягоды ассайзер, не мчаю, ну, 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 вот, это тот случай, когда действительно они создали классный, оригинальный вкус, за счет составе, хмели продукты, солод, да, вот здесь он зашел, идеально, но дальше нужно было бы ребятам остановиться, объясняю, в чем ситуация, смотрите, в принципе, вот, изначально вкус ягод приятный, такой сладенький, приятный, вот это послевкусие, даже, знаете, не послевкусие, а второй вкус, когда приходит, и послевкусие, вот этого кислого, хмелевого вкуса, хмеля, пива, кваса, хлеба, оно вообще с ягодой никак не вяжется, если сюда он реально вошел топово, то вот это вообще получилось что-то ужасное, это выпить можно, но, опять же, я больше его брать не хочу, есть полно вкусных альтернатив, он неплохой, можно выпить, ягодка, ну, ягода, представьте, сладкая, ну, да, то есть, как лимонад, там, напиток, и у вас во рту такой, хлебно-кисло, что-то такая, бомба, с квасом связанной, или пивом, ну, вообще не к месту, не знаю, вот эти хмели продукты здесь лишние, лучше, чем этот, ну, я вам даже поставлю с натяжкой тройку, с натяжкой тройку, то есть, вкусно двойку, но в совокупности поставлю тройку, три балла из пыти, в принципе, неплохой состав, но можно было добавить гуараны, например, женьшени, что-то еще, вот, цена вроде адекватная, тоже рубля 6,7, стоит, в принципе, нормально, по калории с сахаром не сильно много, 40-10,5, нормально, это ниже среднего обычно, да, в общем-то, и все, троечка, попробовать можно, но больше брать я его не хочу, в общем-то, резюмируя, я скажу так, вот это уникальный вкус, я вам советую, это твердая четверка, четверка с половиной из пяти, вкусный, интересный, такой получился энергетик, со смесью пива и квасов, вот это полная, блевотина, на мой взгляд, я не советую, единица, прям просто блевотный вкус, это такой неплохой вкус, между двойкой и тройкой, приятные ягоды, но опять же, портят все этими хмели продуктами, но попробовать можно, вот, на этом все, спасибо за внимание, до новых встреч, увидимся, пока.